Иногда это очень простые прозаичные мгновения, в которых выражается общая гармония существа, абсолютная гармония. Она говорит о воспоминаниях как бы прошлых. В один миг сознания осуществляет великий выбор и великое уничтожение. Это отчасти объясняет ситуации с прошлыми жизнями. Выбирается несколько особенных мгновений, а большая часть их уничтожается. И вот в подсознательной, вибрационной, я бы сказал, психогенетической памяти прошлых воплощений отражены все знаковые, поворотные моменты жизни человека, когда его психическое существо или душа принимала абсолютно верное решение. И тем самым обеспечивался эволюционный рост души. И там же хранятся все наши ошибочные решения и эго, принятые в критических ситуациях в угоду нашей самости. Вот там и победные, и пораженческие моменты знаковые обязательно записываются. Понятно, да? В памяти психического существа. Остальная несущественная информация попросту стирается или не фиксируется вовсе. И все вместе взятое формирует кармическую программу каждого нового воплощения. Человек проживает такую жизнь, которая в наибольшей степени благоприятствует пробуждению и росту его души. В наибольшей степени благоприятствует. Программа такая, выстраивается. Таким образом, совершенно того не подозревая, мы программно выстраиваем свою судьбу по нами же написанному сценарию. Мы не подозреваем об этом, но она так выстраивается. Мы пишем сценарий в течение вот жизни земной. И потом следующее воплощение по нашему же сценарию, написанному нами в предшествующей жизни, выстраивается в следующем воплощении. Ничего в этом нет, но как бы удивительного. Потому что главная задача божественного проведения – привести нас на путь, который приводит к принесению конкретного духовного плода. И то, что, в конце концов, перевешивает моменты позитивные или негативные в нашей жизни, которые способствовали росту души или способствовали её демонизации, и определяет наше новое воплощение. Что перевешивает? Для понимания всего происходящего в жизни необходимо чётко осознать истинный смысл существования человека и человечества в целом. Бесправильный ответ на этот вопрос или на эти вопросы жизнь превращается в сущую бессмысльность. Если мы с вами определимся в том, что истинный смысл существования каждого конкретного человека – это следование по пути сознательной духовной эволюции, а истинный смысл существования человечества – это принесение духовных плодов на тонкий план бытия, то наша жизнь наполняется глубочайшим смыслом. И мы рано или поздно, но лучше, конечно, рано, займёмся главным делом жизни, ибо все пришедшие на землю и до сих есть те, кто до сих пор не выполнил свой главный долг перед Господом. Вот и всё. Чем раньше начнём делом заниматься, тем лучше. То есть мы все с вами в одинаковом положении. Надо стать полностью сознательным существом во всех составляющих своего бытия, обрести полное единство с Божественным Источником, чтобы иметь право говорить, что помнишь свои прошлые воплощения. Ну, надо сказать, что тема очень интимная. Имеется в виду конкретика каких-то воплощённых области, если вдруг это всплывает, можно говорить только на эту тему наедине с собой, дабы не пробуждать ненужных эмоций у других людей. Вот один, мягко говоря, странный человек, мы ещё обитали на текстильщиках, в центре «Помоги себе сам», буквально ворвался в зал, где проходила наша беседа, и прокричал, что он помнит все свои 43 прошлых воплощений, готов рассказать о каждом из них. Ну, ворвался в зал, и я испугался даже. Прежде 43 воплощения он готов был о каждом подробно нам рассказать. Понятно, что его предложение откликова аудитория не вызвало. Ну, вот такой случай был. 43, причём он очень чётко, я о каждом могу вам рассказать. Вот. Смирение, совершенное смирение, говорит мать, это условие любой реализации духовной. А разум слишком самонадеян, он воображает, что он всё знает. Если речь заходит о том, чтобы служить делу, которое представляешь ему благородным, он становится всё более самоуверенным. И тут уже почти невозможно объяснить ему, что помимо его альтруистических или каких-то там ещё великих идеалов и благородных концепций, есть кое-что более высокое. Единственное лекарство – смирение. Ну, надо сказать, что большая часть сегодняшнего человечества поклоняется разуму, поклоняется интеллекту. Это сегодня действительно чисто языческое поклонение. Вот в наших дней. И если такой человек выбрал для себя идеал служения человечеству, то он лишь потакает своим непомерным амбициям, будучи уверен при этом, что совершает вполне благородное дело – служить человечеству. У вас не возникало таких мыслей никогда? Молиться за всё человечество, служить человечеству? Не было, да, такого? То есть вам повезло. Честно могу сказать, что вам повезло. И называя себя пободником добра, такой человек, стремясь перекроить окружающий мир по своему разумению, сам того не ведая, повсеместно сеет зло. Повсеместно сеет зло, который мы, вне зависимости от масштаба его деяния, он может в семье зло сеять, в стране, в человечестве. Каждодневно пожелаем плоды их деяний, где бы он ни находился. Достучаться до души человека, озабоченного спасением мира, практически невозможно, ибо каждый шаг в выбранном им направлении делает его всё более самоуверенным, и никакие аргументы не могут его убедить в призрачности того, чем он занимается. Хочет переделать человечество, перекроить мир. Что тратить попросту, просто драгоценное время? Улучшить старый мир негодными средствами невозможно, и вся история земного человечества яркое тому свидетельство. Все великие идеалы служения человечества затмевают в человеке главное – служение Господу. Главное, не человечеству. Понятно? Кому надо служить? Что надо делать? То есть, исполнение его высшей воли, воли Господа, вот что главное. А какова его воля и что он от нас требует? Невозможно понять умом амбициозным. Для этого требуется тотальное смирение, то есть смирение рассудка, смирение эмоций, смирение интеллекта. Упраздните, тогда начинаешь понимать, что же от тебя требуется. И начинаешь действовать в выбранном направлении, действовать правильно. Иного лекарства, способного излечить человеческое неведение и человеческое эго, кроме как смирения, не существует. Нет, ничего другого предложить нельзя. И не достигнув полного единения воли, человеческой и Всевышней воли, как это сделал Спаситель, не получил божественного просвещения, невозможно предпринять правильное действие, способное помочь многим людям, которые представляют собой так называемое человечество. А не имея такой возможности, ты не можешь помочь человечеству, но помогаешь или ты должен помогать, если состоишься в главном, отдельным людям, помочь избавиться им от неведения, тем самым расширить поле божественного промысла на земле. Вот что ты можешь сделать, состоявшись в главном. Надо признавать, что ничего не знаешь. И помимо того, что представляется нам сегодня наиболее истинным, благородным и высоким, может быть ещё кое-что. Настоящее смирение заключается в том, чтобы постоянно обращаться к Господу. Когда я получаю удар, первым делом я абсолютно непроизвольно обращаюсь к нему. Ну, понятно, что современному самодовольному человеку, обременённому интеллектом и полагающимся исключительно на его силу, крайне трудно бывает прозреть в отношении того, что за пределами интеллекта, того, что он знает, есть нечто во сто крат его превосходящее. За пределами интеллекта. Всё, что кажется нашему просвёщённому уму истинным, благородным и высоким, на поверку окажется иллюзией. Ибо глядим мы на этот мир сквозь призму рассудка, который неизбежно искажает наше видение мира, делая его фрагментарным. И до тех пор, пока в нас не откроется духовное видение, и не рассеются умом рождённые иллюзии, и мы не увидим окружающий мир таким, каков он есть на самом деле, мы, как малые дети, будем вечно ходить по кругу и плутать в потёмках. Нужно вырваться из плена ума, из плена интеллекта. И для того, чтобы состоялось это, надо сделать главный выбор в жизни – это встать на путь сознательной духовной эволюции. Настоящее смирение состоит в том, чтобы постоянно помнить о существовании Господа, помнить о Нём, искренне Его благодарить за всё происходящее с нами в этой жизни, даже если порой Он преподносит нам очень болезненные уроки. Если Господь нас бьёт, то всегда за дело, и если бьёт, то действительно Он нас не оставляет без своего внимания. Это тоже очень хороший знак. Ещё никогда не просить у Господа никаких льгот для себя. Всё, что случается с нами – Его воля, направленная исключительно на то, чтобы мы прозрели душой, перестали спать, открыли слух, обратили внимание на то, что находится у нас в сердце. И как только мы выучим главный урок жизни, то есть откроем правила божественной игры и перестанем жить по этим правилам, вот тогда Его милость, нисходящая милость уже никогда нас не оставит. Тогда Он будет сам постоянно напоминать вам о своём присутствии в вашем сердце. А пока нам надо о нём помнить. То есть, наше эго пока включено в эту игру, в этот процесс, оно должно о нём помнить, вспоминать, что всё от него. А потом уж когда эго перестанет существовать, он будет сам напоминать нам о своём присутствии. Вот и всё. Пока мы должны вспоминать. Остатки эго должны ещё как-то пытаться, пытаться всё-таки о нём помнить. А потом, эго нет, он сам уже вам напомнит о том, что он есть. Уже не больно будет напоминать, а светло, тепло и так, как надо. Понятно? Вот такой баланс до времени. Как вы узнаете истину, которую вам нужно воплотить во внешнем мире, если не узнали истину своего собственного Я? Так вот, познание самого себя, познание самого большого незнания современности, человек – это самое большое незнание современной науки, познание человека – есть первоочередная задача каждого духовного искателя, искателя, каждого искреннего искателя истины, ставшего на путь сознательной духовной эволюции. И до тех пор, пока человек не познает самого себя, алчного, жестокого, лицемерного, крайне противоречивого, эгоистичного и прочее, и не развенчает себя любимого во всех аспектах своей деятельности, до тех пор, пока он не поймёт всем своим существом своего истинного предназначения на Земле, как он может судить об остальном мире, об истине, которая в этом мире должна воплотиться, как, если ты не знаешь ничего о самом себе. Потому что все пороки, которые вы пытаетесь облегчать в этом мире, они присутствуют непременно в вас. До становления на путь сознательной духовной эволюции все язвы, болезни и пороки мира в вас обязательно присутствуют. В той или иной мере. Я вот могу только сказать о себе. Все пороки во мне присутствовали в сильной степени. Единственное, чего я был лишён с самого рождения – это зависти. У меня её никогда не было. Я не знаю, как завидовать. Я не понимаю, как это можно делать. Вот этого я был лишён. Наверное, было достижение в прошлом воплощении именно вот на этом уровне. Я говорю, наверное, я царём был. Чё, царё-то завид? У него всё есть. Потом сказали, иди-ка, царь, тут вот побалуйся. Посмотри, сколько в тебе дерьма. Вот. Помимо зависти. Ну, вот и пришлось. Так я думаю. Поэтому через всё пришлось проходить. Вот. Но этот мир я никогда не осуждал, не обсуждал. Я больше обращаю внимание на заражу, которая во мне сидела. Это, наверное, правильно. Вот. Между людьми и супраментальными существами разница примерно та же, что между животными и людьми. между людьми и супраментальными существами такая же разница примерно что между животными людьми вообще очень хорошие сомнения новый уровень сознания супраментальный уровень на который мы поднимаемся процессе работа на пути сознательной духовной эволюции новый уровень существования новый уровень восприятия окружающего мира и взаимодействие с ним настолько отличен от обычного человеческого сознания что не находится нужных слов и аналогов переживания способных выразить это отличие дать другим людям пусть примерно правильное представление о том что для тебя теперь стало непреложным фактом то есть ты побывав и в прежней ипостаси в новом качестве можешь прежнее сравнить с тем что сейчас ты имеешь понятно да никаких аналогов ну сравнения нет вот мать нашла аналог правильно скажу что это такая же разница как между животными людьми примерно вот такой же уровень а ну пропасти что имеется ввиду животными не как животными да понятно с уровня сознания животных ментальном к его как бы варианте вот и все совершенно разные вещи то есть это совершенно другой мир вот и совершенно разные языки и совершенно разный понятийный аппарат очень сложный практически невозможно это выразить хотя мать в какой-то степени нашла язык вот выражение у нее получалось и стоит вам только из этого нового видения окружающего мира начать вещать непросвещенным людям истинное положение вещей то вас будут люто ненавидят или просто объявить сумасшедшим поэтому молчите когда изменится взгляд на мир помалкиваете а он серьезно меняется вы видите вообще все непотребств которые тут творятся идут боже мой люди вот но до каких пор бесконечно потому что ментальное сознание оно по-другому работать не может она не может по-другому существовать понимаете да то есть изменение сознания способны изменить и восприятие отношения к окружающему миру колеб не происходит то мир такой какой он есть еще и обсуждать или обсуждать он такой он другим быть не может вот и мать вполне оправдно говорит о разительном отличие сознание обычного человека нового супраментального человека как сознание homo sapiens отличается сознание животного как-то я сказал одному нормальному и действительно добропорядочному человеку есть же такие люди добропорядочные есть встречали таки я ему сказал о том что поисий святогорец даже не знал кому из животных уподобить человека уподобить его ослику а человека часто сравнивают с ослом значит унизить покодное трудолюбивое животное людей надо называют ослами да но это унижение ослика но трудится смиренно так тяжести таскает вот в отличие от человека вот ладно поисий тогда попытался сравнить человека с навозным жуков ну нормальное сравнение и тут вышла незадача жук поедая навоз превращает его в удобрение есть такое да а человек только и делать что производит этот самый навоз направо и налево причем на всех уровнях жизни ну вот как вот даже с навозным жуком человека нельзя сравнить но это нормально да но посмотреть что на земле творится смотрите сколько мусора грязи помойка помойка в эфире помойка в интернете помойка на улице помойка кругом острова в океане из пластика территории франции там где-то вот плавают перемещаются от чего такое как раньше была восечка сеточка нормально да эти пакеты пластик бутылки сдавали 12 копеек бутылки стоил три бутылки в копейку добавил бутылка пиво нормально было три сдал копейку добавил 37 копеек ну я примет все напомню немножко вот вы понимаете да вот было же все хорошо вот сеточки вот эти бутылочки сдавали ее нет теперь вот все мусор можно переработать его невозможно это уже понятно понятно то есть человечество задыхает собственной помойки созданный и уже руками это факт в эфирном пространстве там такая помойка простите мне как-то подарили я попросил вот приемничек который вот крутишь и там какие-то волны всякие разные ну раньше было интересно покрутил чё там говорили теперь естественно одно и то же одна и та же помойка на каждой волне реклама и в общем-то и послушать даже нечего а вот этот канал так не мелодия как он называется классическая музыка то нам такая помойка теперь в этой классической музыки вот лучше даже и не пытайтесь слушать то есть вот на каждой волне помойка 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 все мать о кошках в основном они смотрят как мы живем что мы делаем и ничего не понимают они не видят нас такими как мы есть и страдают из-за нас вообще кошки удивительное животное какая грациозность движениях вот кошка могут пройти по сервированному столу не задев при этом ни одного предмета задними ногами ни одного вот как это делается я не не знаю правда я тоже ощущаю хоть я не кошка ощущаю что вот совсем рядом не тот с меня будет снимать туфли который за мной идет он же идет в этом да я немножко ускоряю думаю сейчас снимет туфли я уже ощущаю прикосновение нажмет мышком не даю меня кроссовки соскочит вы понимаете да вот есть это ощущение вот он приближается чувствую сейчас наступит но я ускоряю немножко то есть у меня тоже появляется такой инстинктивный вот охранительный рефлекс вот на тонком плане еще не дотронулся но чувствую вот она вот она готова вы понимаете да вот как у кошки наверно ну с кем пообщаюсь это домой научишься вот да почему люди пребывают вечной суете наверно кошки искренне удивляются они вот глядят на нас люди суетятся счетом с едой на кухне черт делать окошко просят одноразово покушать и успокоиться и спать 70 процентов времени спать обязательно сколько времени спать вы-то торопитесь бодрствовать да ну чтоб делать глупости в большем количестве вместо того чтобы легче спать отдыхать меньше на делайте глупости больше будете обработаны силы чище будете а клонят ко сну ложитесь если есть возможность вы меня поняли нет вам вот бодрствовать а для чего бодрствовать не задавались все вопросы чтобы имитировать живую жизнь так или не так имитировать с какой целью чтоб не уснуть а спать то лучше ну по-настоящему спать я не говорю спать по жизни с не пробужденной душой чтоб тело отдыхала видеть как хорошо а мы спим всю жизнь и днем и ночью не имеем ни капли покоя почему-то и нет сомнения что кошки представлены к человеку богом как эталон внутренней гармонии как врачеватели души вот собаки в отличие от кошек очень легко перенимают у человека эгоистический повадки и вовсю могут им пользоваться есть такой или нет ну бывает ну и я понимаю что это не твои собаки твои они другого качества как-то со своими этого вас вот не тогда все лом они очень легко вот начинают так ластиться к человеку дать чего надо вымажет вот окошки негодный не дал покушать она раз вякнула ушла хвост подняла ее и не видно вот ты ее пожалеешь дашь а собака будет просить да будет или нет да вот весь подтверждает ну ладно ладно не буду передеть вашу душу собачью чилийскую я думаю что вы их тоже хорошо изучили и гораздо глубже и шире чем вот это поверхностное представление о животных вот удивительно глаза этих животных вот кошачьи глаза в частности порой в них ведь такая мольба мольба о том что мы глупо и непрекаянные наконец-то прозрели помогли бы им подняться к на какую-то новую ступень эволюции они с мольбой на нас смотрят вы занимаете нашу нишу мы готовы занять вашу а вы куда-нибудь на небесах у телеват но провалитесь только дайте нам подняться то есть мы их задерживаем в развитии в эволюционном это факт то есть это ниша их вот наше сегодняшнее человечество понимаете и животный мир безменно страдает от того что мы своим нерадением к эволюции занимаю нишу переходным существом и существа переходные мы не финальная стадия мы не окончательная стадия эволюции мы на переходной стадии находимся вот и что мы действительно задерживаем его развитие невольно обрекая животных настрадание если вы в своей жизни вот я как-то сказал мне спасли хоть одно живое бездомное существо от физического страдания или от гибели бы прожили жизнь пустую за дно только это господь вам воздаст это точно над мое мнение никакому бы богу вы не молились если ваша душа черства по отношению к животным то все бесполезно я где-то прочитал в одном из журналов украинской патриархии или метрополии задача метрополия была патриархии не было а вот там вопрос был девушки которая задала священнику вопросы встретят ли она на том свете своего любимого умершего кота ну вопрос нормальной девушка простая молодая он сказал товарищ на жертка как вы могли променять какого-то пошел кота на господа бога вот ну хоть стой хоть падай ведь господь нам является в обличии неизвестно кого животного там нищего ну вы сами понимаете да для того чтобы мы как-то привет или его в другом облике мы как-то вот так нам подавай какого-то господа вот такого мифическое вот это священник жесткое ответил ну как он может вообще кормлять людей вот такой жесткой идиотской позиции не любви к остальному миру всякая как говорил серафим саровской всякая тварь господа хвалит помните на например так он сказал живая тварь